Дороги ремонтируются, какие республиканские трассы реставрируются. Сегодня в гостях нашей программы начальник управления капитального строительства национальной компании Казахтожол Ерлан Колымов. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый вечер. И в первую очередь, прав ли я, говоря о том, что сейчас начинаются активные фазы ремонтно-строительных работ, или же вы круглый год занимаетесь реконструкцией строительства? Нет, действительно, с началом как потепление, наши строители активизировались. На сегодняшний день полным ходом приступили уже к строительно-монтажным работам. В текущем году в рамках программы Нурлужол на 1111 километрах ведутся строительно-монтажные работы. Из скольких километров вообще? Получается, в рамках данной программы вообще планируется реконструкция более 7000 километров. Из них вот на сегодняшний день нашей компании Казахтожол идет реализация на 46 участках общей протяженностью 1111 километров. По итогам года из данных 1111 километров мы планируем сдать в эксплуатацию порядка 420 километров. Сейчас речь идет только о реконструкции и строительстве, да? Да. То есть не о ремонте? Нет, параллельно со строительно-монтажными работами на других участках, а также на тех участках, которые также ранее были в предыдущие годы реконструированы, также ведется ремонт данных. Скажите, пожалуйста, чем отличаются ремонтные работы от реконструкции дорог? Часто говорят. Ремонтные работы – это только восстановление первоначальных полотна. Грубо говоря, есть такая яма на трассе республики Казахстан. Да, и заделать эту яму. Ремонтная работа заделали, и сколько она там будет? Год протерпить? Год-два года, допустим, да, в зависимости от ремонта. При реконструкции тут дело уже кардинально все меняется, получается, полностью убирается дорога, и вместо нее делается новая дорога с заданными парадами. Какие дороги у нас сегодня реконструируются? На сегодняшний день в рамках также данной программы Нурлужол у нас подлежит реконструкции 11 крупных автодорожных проектов. Это, во-первых, Западная Европа, Западный Китай, которые заканчиваются уже в этом году. Кроме того, у нас есть крупные проекты. Это, получается, центр юг от Астаны, получается, Караганда, Балхаш, Копчега и Алмата. Центр Восток, который также пройдет по городам от Астаны, Павлодар, Семипалатинск, Науз-Каменогорск. Центр Запад, который пройдет через Астану, Ахтубе, Атрау с выходом на Российскую Федерацию. Кроме того, реконструируются автомобильные дороги с Астаны в Петропавловск, с Алматы до Уск-Каменогорска, Уральск-Каменка, Бейне-Ущет-Пе. Также ведется реконструкция. Вот скажите, пожалуйста, Астана-Алматы, то есть центр юг, как вы это назвали, очень самая, пожалуй, оживленная трасса по-настоящему стратегического значения. И, ну, каждый год, потому что когда мы приглашаем вот на эту площадку, на программу интервью представителей и, в общем, ведомств тех, которые отвечают за состояние дорог, да, и в том числе и ваши компании, все говорят, да, да, будет, будет, конечно. И все говорят о том, что вот совсем в скором времени будет ждан, да. Меня больше всего интересует от Астаны до, скажем, до Балхаша дорога хорошая, дальше от Балхаша до Алматы, ну, есть такие проблемные, да, скажем, участки. Вот вы о них знаете, скажите, что с ними происходит? Потому что каждый год приходят и говорят, и дают обещание о том, что да, да, будет, будет, мы все это знаем, знаем, будет ли в этом году, скажем. Протяженность, действительно, наших дорог очень большая. По республике в целом у нас есть 23 тысячи километров автодорог, и построить, реконструировать их в один год, допустим, или за несколько, или даже невозможно. Ну, вот от Расси, вот скажем, от Балхаша до Алматы. В целом, вообще, протяженность данной дороги 1282 километра. С 2013 года мы начали на данных участках реконструкцию. Это первый, получается, от Астаны до Тимиртал и от Алматы до Копчегая. В текущем году уже данные участки полностью будут открыты для движения, то есть это порядком 270 километров. Начиная уже с этого года мы приступаем дальше, получается, между Балхашом и Копчегаем. В частности, за счет займов международных финансовых институтов уже объявили конкурс. Самые такие, которые у нас были, плохие участки, это между Курту и Бурубайталом. Ну, вот как раз таки вот, о чем мы с вами говорим. Когда будет, скажите, пожалуйста, реконструирована или, может быть, построена новая дорога? Может быть, там действительно пора сноситься? Уже в текущем году будет определенная подрядная организация и со следующего года уже полностью мобилизация. То есть в этом году мы будем ездить там все равно по развитию дороги? К сожалению, в этом году, да. Знаете, вот ваши предыдущие гости, которые приходили в прошлом, позапрошлом, они хоть говорили обещание, хорошо, хоть спасибо за правду, что в этом году не стоит надеяться на то, что там дорога будет, скажем. Даже если мы приступим к реконструкции в следующем году, построить ее, допустим, в следующем году не получится, потому что там 200-300 километров там протяженность очень большая. А вот вопрос относительно качества, да, дорог? Вот меня всегда интересует. Вот реконструкцию провели, на сколько мы это примерно рассчитываем? По времени, то есть год, два, три, семь, пятнадцать? По времени, получается, к тем подрядным организациям, которые задействованы на наших проектах, мы устанавливаем гарантийный период, который составляет пять лет. В целом же, вообще, допустим, дороги бывают с темидобетонными и асфальтобетонными исполнениями, то есть в зависимости от типа покрытия, от категории, от той нагрузки, которая рассчитывается, дороги можно эксплуатировать до 20 лет. То есть срок службы у них до 20 лет. Если, скажем, ну, на следующей, вот, мы будем ездить по хорошей дороге, скажем, вот, именно этот участок, да, который очень часто проезжаем, и, соответственно, если там будут какие-то очень плохие качества, плохого качества, а у нас ведь телезрители, они такие, они, если видят, что дороги плохого качества, они нам присылают. Вот, сейчас хотел вам тоже одно видео показать, вот, и наши телезрители, думаю, видят, это вот трасса Жизгазган-Козлурда. Вот, посмотрите, вот они нам тоже это присылали. Вот, это было ровно пять месяцев назад, это было в начале года. То есть, такое состояние было, да, дорога, это вот Жизгазган-Козлурда? Ну, действительно, это очень актуальная дорога у нас. В настоящее время данная дорога тоже вошла в программу Нур-Лужо. А ведь трасса тоже оживленная, на самом-то деле. Вот, смотрите, это вот только, да, я представляю, что там творилось весной, я вот не знаю, что сейчас происходит. То есть, была, да, такая ситуация, вы о ней знаете? Да, действительно, очень актуальный вопрос. Потому что телезрители пришла, я им обещал о том, что я обязательно приведу компетентного человека, который даст комментарии. Да, на сегодняшний день мы уже сейчас ведем, как бы, источник финансирования для реконструкции данной автодороги. В принципе, я думаю, что... Как много денег вообще вот на реконструкцию, скажем, я не знаю, 100 километров? Вот определяется какая-то сумма, да? И что в нее входит? В зависимости от, так же повторюсь, от категории дороги, от типа покрытия, стоимость одного километра тоже варьируется. То есть, от 200, допустим, до 600, до 700 миллионов тенге стоимость одного километра дороги выходит. Которую мы рассчитываем, ну, как минимум на 20 лет, да, как говорят? Ну, соответственно, при хорошем отслуживании. А вот дорога, например, хорошая трасса, автобан наш единственный, да, Астана, еще через Гастана-Бурабай, да, ну, вот такого класса дорога, она, понятное дело, что она наверняка продержится еще лет 20. Вот тяжело ли строить вот именно такую дорогу, или же это очень дорого? Чтобы все у нас, вот, по крайней мере, от Астаны до Алматы, Астана-Караган, да, может быть, участки, чтобы были вот именно такого качества? Ну, они будут, они будут именно такого качества. Все дороги, которые у нас строятся, высокого качества. Помимо государственного архитектурного строительного контроля, на наших участках применяются пятиступенчатые контроли в виде собственного контроля подрядной организации, технадзора, авторского надзора. У нас имеются областные, получается, филиалы, есть лаборатории, облажевые лаборатории, которые также полностью следят за качеством данных строящихся дорог. Хорошо, студент. Вот мы сейчас только что смотрели видео, да, а какие есть еще проблемные дороги, о которых вы знаете? В принципе, помимо данных дорог есть действительно дороги, все они сейчас включены в программу Нурлужо. А вы можете их назвать, потому что телезрители наверняка нас смотрят и, конечно, не говорят. У нас вот планируется, получается, реконструировать автомобиль дорогу от Алматы до Ускеногорска. Очень тоже большая интенсивность, тоже качество хромает. Есть автомобиль дорога Ушарал-Досток, тоже оживленная трасса. Но это те проблемы, о которых вы знаете. А вот, например, даже взять вот через призму, вот скажем, вот через Вазанка Злорда, да, трассы. Вы сказали, что знаете об этой проблеме, сейчас ждете финансирования. Сколько еще вот ездить по этой трассе, скажите, нашим казахстанцам? В плане того, что вот, хорошо, нашли вы деньги, нашли вы подряд на организации, это все может продолжаться годами. Или же нет? Ну, в принципе, если брать, допустим, на примере проекта Западная Европа, Западная Китай, на сегодняшний день можно сказать, что в текущем году мы полностью сдадим его в эксплуатацию. То есть это порядка двух с половиной тысяч километров. Данная дорога между Казлардой и Карагандой, даже можно сказать, мы полностью планируем реконструировать от Казларды до Караганды, протяженность ее 925 километров. То есть я думаю, что в течение трех-четырех лет ее можно будет... В течение трех-четырех лет. То есть это процесс, на самом деле, очень долгий. Очень долгий, да, потому что там есть мосты, какие-то искусственные сооружения. Очень, опять же скажу, большая протяженность, в зависимости от наличия или отсутствия на данных участках строительных материалов, также будет зависеть на срок. А вообще проблем нету, скажем, с подрядными организациями, с рабочими, вообще с финансированием в целом по реконструкции? Нет, на сегодняшний день у нас полностью мы финансируемся, у нас каких-либо больших задолженностей, либо задолженностей нет. Алматы-Копчагай, вот очень такая тоже трасса была в свое время, да? За сколько ее удалось вам по времени построить? Потому что это было как раз-таки строительство, да, дорога, насколько понимаешь? Нет, это была реконструкция. Это реконструкция. Да. Автомобильная дорога, получается, от Алматы до Копчагая будет полностью в бетонном исполнении, шестиполосном. Это вот как от Астаны до Бурабая? Да, до Бурабая, получается. Начали мы реконструкцию данной дороги в 2013 году, и уже в текущем году будет полностью обеспечен, сдан в эксплуатацию. Сколько осталось еще? У нас остался последний участок, и в текущем году, там порядка 30 километров, это уже ближе к Копчагаю, и в текущем году не только до Копчагая, уже будет открыт проезд до Талдыкургана. Уже будет первая категория полностью до Талдыкургана, планированная. А чем отличается вот первой категории от второй, от третьей? То есть вот эта бетонная дорога, которую мы с вами говорим, это какая категория? Это будет первая категория. Вторая категория, получается, без разделительной полосы, она бывает только, получается, одно движение туда и обратно. То есть четырехполосная, грубо говоря? Двухполосная. Двухполосная. Если более двухполос, это уже будет первая категория, то есть на них уже развязки строятся, обязательно, получается, все пересечения идут без перекрестка, получается, все через развязки. По времени зависит, скажем, первая категория. Я понимаю, что это по финансированию тоже отличается. Первая категория, что она, например, один километр строится, грубо говоря, два месяца. Я просто беру условный срок. Первая категория, там месяц. Это тоже делится все. Да, конечно. Когда закладывается, получается, в зависимости от интенсивности движения и состава движения, назначается категория дороги. Строительство, действительно, первая категория, она будет больше идти, так как требует больше труда затрат. И, соответственно, она будет дороже. Ну, так как, допустим. И дольше, соответственно. И, соответственно, дольше. Эти 30 километров до Копчегая, которые остались, да, вот Алматы, сколько по времени нам рассчитывать? Когда уже могут... Я думаю, что уже в сентябре месяце уже будут ездить полностью по новому покрытию. Ну, замечательно. С вами было очень приятно и очень интересно. Самое главное, продуктивно поговорить. Для себя, я думаю, для телезрителей мы также очень много открыли чего нового. Я думаю, что, по крайней мере, по срокам определились о том, что позже с Газган-Казаларда это будет, ну, по крайней мере, еще года три. Надо будет потерпеть. Вот. Но до Копчегая уже можно будет, я думаю, хорошо и комфортно есть уже и в сентябре месяце. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что сегодня в гостях нашей студии был начальник управления капитального строительства. Субтитры подогнал «Симон»!